Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Не только медведи просыпаются от спячки, но и мы с вами, потому что на российские футбольные поля вновь возвращается спорт номер один. Вернулась и наша программа, но только не после спячки, а просто небольшого перерыва. И мы вновь готовы говорить, вновь готовы рассказывать, вновь готовы спорить о том, есть ли футбол в России, о том, насколько успешно наши команды будут выступать в Лиге Европы, насколько мы готовы провести чемпионат мира, который уже вот-вот стартует в России. Все это мы с вами обсудим в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгением Ворониным и Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья, поздравляю вас! Ура! Добрый вечер! Ну что, скучали мы по футболу или как? Сергей, скучал? Ну я знаю, ты любишь европейский чемпионат. Я не скучал, я европейский смотрел. Да, но по российскому. Не прекращаются, да. По российскому футболу скучал? По российскому? Ну, я скучал, но так как закончились каникулы у нас где-то в начале января, и динамовцы поехали на сбор, допустим, я смотрел Динамо ТВ, показывал все матчи практически товарищеские динамовские. Так что я в курсе событий. Это хорошо. Жень, готовился к тому, что ЦСКА первым, кто стартовал в Ясне? Ну, конечно, как же, тоже следили за командой, смотрели вновь прибывших игроков к нам, и так же, как новые. Новые старые. Новые старые пришли, да, футболисты. Первым, кто выйдет дальше, на восьмое. Вот, ну и поэтому два игрока к нам пришло, будем надеяться. А ушло сколько? Ну, хорошо. Основная тема, и она, наверное, актуальна, это то, что буквально на прошлой неделе состоялись матчи Лиги Европы. Четыре наших клуба стартовали в весенние части. Какие результаты? Узнаем буквально через мгновение. Давайте посмотрим результаты первых матчей, которые состоялись в одной шестнадцатой Лиге Европы. Цервена Звезда у себя дома не смогла ничего противопоставить ЦСКА. Селтик победил «Зенит». «Зенит» был не похож сам на себя. «Спартак» дома проиграл «Атлетик» 1-3 «Бильбао». Ну и «Ницца» была повержена суперклубом, лидером чемпионата России, командой «Локомотив». Константин, я специально эту поздравительную речь, можно сказать, произнес. Это было блестящее. Браво. Спасибо. Давайте поговорим о первых матчах. «Ницца» вела 2-0. Достаточно сложно складывался матч. Французской командой мы, россияне, по-моему, всегда играют сложно против французских клубов. Нет, с французами всегда тяжело. Что сделал Семин? Что сделала команда, чтобы перевернуть ход игры, на твой взгляд, в свою сторону? Ну, матч начался с ошибок таких непростительных. И в команде «Ницца», в принципе, я и лицезрел сам в ответной игре «Игру болотели Марио». Он, в принципе, очень много неудобств приносит вообще на любом участке поля. Он немножко смирился со своим пылом, который у него был и в Интере, в Миланском, и вообще, в принципе, по карьере. Там шел и в Англии, когда он в манишках запутывался и петарды в ванне бросал. Тут человек дважды забил, причем один также с пенальти. А «Локомотив» после серии вот этих вот неудач 30-минутных, ну, что-то Павлович сказал им в промежутке тайма. Напихал, как говорит. И вот, если честно, пришел вот этот пенальти, очень нужный вот под конец первого тайма. И я читал интервью Ману Фернандоша после вот первого матча. Он говорит, я бы сам себе бы не простил, если бы не забил бы этот пенальти. Потому что это был ключевой такой переломный момент. Вообще, в принципе, в игре каждой команды, когда есть шанс забить команде, так сказать, воткнуть мяч в самый перерыв. В раздевалочку, да. То это, ну, большой такой выплеск эндорфинов и вера, наверное, в свои силы. Ну и плюс забитый мяч на чужом поле. Да, еще мяч забит на чужом поле. Честно, Олег, я не думал, что вот, например, после 3-2, да, то, что по факту нужно, ну, как минимум, там, сколько, трижды забивать после того, как вот Локомотив забил, вот, 1-0, да, там, Денисов в ответной игре. Поговорим еще об этом. Да, трижды было забить. Ну, в общем, вот этот вот момент и великолепная игра Фернандоша, да, который, в принципе, не является прям таким нападающим, мега-звездой, да, команды, потому что все хороши, все друг друга там укрепляют в составе. Но он решил исход этой встречи, можно сказать, таки очень хладнокровно и в какой-то степени в одиночку. Я соглашусь, соглашусь еще и с чем, что Локомотив уже начинает с весны доказывать, что он идет на первом месте в чемпионате России. Не зря, да. Не зря и абсолютно по делу. Согласен, Сережа? Я совершенно согласен, да. Да, Локомотив действительно показал, если брать вот эти два матча европейские, что не раскачиваясь, он идет, как шел, так и идет. И то, что Семенская рука там чувствуется, ну, опыт, опыт Еврокубков, опыт как тренера, извини, уже сколько мы, 70 уже, да, скоро? Да, 70 лет ему уже есть. Да, в принципе, я думаю, что Локомотив это грозная сила, я думаю, в весеннее начало чемпионата он, конечно, должен закрепиться. Тоже об этом поговорим, а я хочу обратиться к нашим телезрителям, телефоны вы видите на своих экранах, звоните, давайте пообщаемся. Мне кажется, мы соскучились по такому открытому разговору, когда мы можем и похвалить наши команды, ну и, может быть, и поругать в какой-то степени. Сергей, нету представителей у нас Спартака, ну, это, честно говоря, предугадывалось, это предсказывалось, потому что, как только Спартак проигрывает, у нас представители Спартака сразу заняты какими-либо делами. Но ничего страшного, у нас есть, надеюсь, и телезрители, спартаковские болельщики, которые расскажут, что же произошло в Москве в матче Спартак-Атлетик. На твой взгляд, Сергей, что все-таки произошло в этом матче? Ну, хочется начать... Физика, тренерские ошибки, игроки конкретные. Я говорю, хочется начать, как в сказке, да, ничего не предвещало беды, вот вроде бы, как, да, вот, начало матча, да, и смотрим, Спартак-то вроде в порядке, а Спартак доминирует на поле, да, и кажется, ну, давайте, давайте, ребят, и вдруг какие-то нелепые понеслись ошибки. Ну, если честно, нет ничего у нас просто так. Можно сказать, что именно они сделали это. Ну, я думаю, что да, и тренер, конечно, не угадал составом, я думаю, все-таки, выставив, ну, не знаю, какие там кухни, какая внутренняя там у них, кто-то, может быть, болел, кто-то там еще что-то не был готов, но я думаю, что состав, вот за этих ошибок, и Спартак, я думаю, не прошел в следующий круг. Я считаю, Олег, что... Ну, Кутепов и Ребров тоже ошибался, очень часто ошибался, и выскакивал, ты вспомни, какие у него там были выборы. Если честно, вот эти нелепые, Сереж, нет дыма без огня, они были и на предмачах сбора, хоть если кто-то как-то смотрел за Спартаком, потому что, если честно, практически все команды были по телеканалу доступны. А Спартак как делал ошибки нелепые, в том числе и Ребров, да, чуть ли не себе там за шиворот запускал мяч, вот это все раскрылось, а команда Атлетик из Бильбао, вообще, в принципе, как и все остальные клубы, не знаю только, Жень, про Цервена-Звезду, идет ли у них сейчас во всю чемпионат, все команды были в тонусе, кроме, получается, Цервена. И в этом и показательность-то и была, что и Спартак-3 пропустил прям сразу с лета, что и Локомотив дважды пропустил, и если не великолепная игра Акинфеева, и там бы и Цервена забила бы этот гол, просто вот тут дело тонуса, дело вот этого вот именно влияния в чемпионат, если бы команды бы чуть-чуть пораньше бы стартанули, возможно бы и не было бы вот таких вот нелепых ошибок. Хотя, с другой стороны, я могу не согласиться с тобой, как раз мы сейчас будем набирать ход, и поэтому, если вот соперники нам готовы, у нас будет возможность быть. Вы будете набирать? Нет, все российские команды будут набирать, потому что сейчас, допустим, перед ответными, не ответными матчами, а новыми матчами в одной восьмой Лиге Европы, да, уже команды будут подходить уже через матчи чемпионата России, поэтому будут набираться через них формы, через игры набирается форма. А вот самый сложный, это первый этап, я просто вспоминаю, 2005 год, да, когда было, мы тоже сначала команда досталась, мы очень тяжело шли, ну, это сами видели, да, прекрасно, зато в конце потом разошлись. Ну, ЦСКА так всегда, в принципе, тяжело ходить. Это правда. Ну, давайте, Спартак уже закончится. Закончим, да, давайте. Мне кажется, я не понимаю, может, вот Спартака нет, может, что объяснит, что мы говорим, вот весь год, да, говорили, что у Спартака в обороне проблемы, да? Хотя нет, ну, помнишь, однажды говорили, что все-таки Каррера поставил игру в обороне? Поставил, но игроки класса, ну, ну, даже крайние возьми, ну, тот же, я уж сколько, я устал. Нет, ЖК, вот здесь, если бы он собрал, ну, да, да, вот здесь подвелался, тогда Федун, я не думаю, что Спартак испытывает финансовые трудности, Федун не мог прикупить хорошего защиты. А, не прикупили, или Милинкович, кто из Наполя в аренде, он не видел. Ну, ошибки такие детские, ну, что это такое? Ну, и вторая игра показала ошибки эти детские. Да, да, продолжились. Игрока, у которого закупили совсем недавно. Ну, это Костя Помнятова. Не сербского. Милинкович этот из Наполя. Милинкович, да. Они в аренду, мне кажется, взяли. Да, давайте покончим со Спартаком, покончим, по крайней мере, обсуждение этого клуба, выступления в Лиге Европы в первых матчах. Действительно, Спартак провалился. Спартак не показал ни своей игры, ни своего результата, который устроил бы болельщиков Спартака. Поэтому есть над чем работать, есть о чем задуматься и тренерскому штабу, и руководству команды, ну, и самим футболистам. Они также отвечают, как говорится, за результат матча. Жень, давай переходим к ЦСКА. ЦСКА первым стартовал, первым вышел в 1-8 Лиге Европы. Илья, тоже подключайся, не стесняйся, рассказывай свои мысли по этому поводу. После жеребьевки какие были опасения, все-таки учитывая, что Руя Звезда дружит со Спартаком, одним из заклятых соперников ЦСКА. Мешало нам с ними играть? Ну, как мешало? Или помогало? Поддержка. А поддержка. А у нас на трибунах были болельщики-партизаны. Ну, не в таком же составе, как в Москве, болельщиков Спартака. Нет, я думаю, столько же было народу там. То, что нам повезло, скажем так, в первой игре, что это была и так же первая игра, мне кажется, для ЦСКА. Он тоже находится сейчас в такой же ситуации, как и мы, то есть вышли только из отпуска, да, и против сезонки. Поэтому мы играли на равных, но по той игре, которую показал ЦСКА в Белграде, да, было как-то немножко боязно, потому что уж больно хорош ЦСКА была в контратаке. Нет, но если учесть, что Цервена-Звезда за сколько там у них прошло, 20 туров тоже примерно так же, да, она пропустила всего 8 мячей, то мы понимали, что оборона Цервена-Звезда не позволит, а уж с себя дома и подавно, да, атаки ЦСКА, что называется, показать всю свою мощь. Ну, команды где-то похожи, я бы сказал, где-то по характеру игры, они очень такие, как братья, никто не хотел играть, они обе команды, как мне кажется, привыкли играть вторым номером, поэтому никто не хотел брать инициативу, а моменты при этом почему-то создавались и у тех, и у других. Ну, армейцы алфавит изучают, вот, по-моему, с начала того года, вот, как ЦСКА в первом матче на букву А, какое слово, Жень, ты бы матч как охарактеризовал букву А, букву А, букву А, действительно, действительно. Ну, я бы сказал, что слово это было следующее, Амуса. Амуса. Ага. Ну, что ж, будем надеяться, что он принесет еще пользу и ЦСКА, и в чемпионате России, и в дальнейшем. Болельщикам, можно вопрос, болельщикам ЦСКА, вопрос, вы как считаете, что у кого сильнее был соперник, на ваш взгляд, у Спартака или у ЦСКА, вот, Атлетик или ЦН-Звезда? Локомотива Ницца, мне кажется, сильнее. Отлично. Я тоже считаю, что Франция... Абсолютно точно. Команда недавно третье место в чемпионате Франции заняла, болотели и звезды. По финансам ЦСКА. Я говорю, что последняя игру Ниццы в французском чемпионате, безобразная игра. Безобразная, но у них зато вот переход был с декабря в январь. Хорошо, а давайте мою любимую статистику. Моя любимая статистика. Цервена-Звезда, да, чемпионат Сербии, но Цервена-Звезда идет на первом месте в своем чемпионате. Селтик. А, Селтик. Да, с Зенитом играл. Селтик. Вечный чемпион Шотландии. Вечный чемпион Шотландии. Селтик. Мы понимаем. Ницца. Третье место в чемпионате Франции. Атлетик Леон. Четвертый Леон. Ницца пятый даже. Ну, это последний матч. И Атлетик Бильбаво сейчас. Второе место. Пам-пара-пам-пам-пам. Нет. Седьмое. Атлетик Бильбаво на тринадцатом месте чемпионате Испании. Во втором Атлетик Бильбаво на тринадцатом месте чемпионате Испании. Женька путает как-то. Да, да, да. Ну, ничего страшного. Но его команда Плесень не вышла. Атлетик Бильбаво на тринадцатом месте чемпионате Испании не вышла. Вот. То есть, получается, Спартаку достался самый скромный, скажем так, соперник. Но это по меркам. Но учитывая, что все-таки он и в Испании. Да. Если взять чемпионат в Шотландии, как ты говоришь, и в Сербии. Нет, ну давай все-таки. Какое сравнение с этим. Нет, давай все-таки мы учтем, что 13-я команда чемпионата Испании по силе. Будет бороться за первое место в Сербии. Да, в Шотландии. Тут даже, несмотря на то, что 13-е место, я обратно вернусь, Олег, к тому, что команда, несмотря ни на все, в тонусе. Бильбао, оно потихоньку набирает. И сейчас, даже после чемпионата Лиги Европы, она и дальше показывает, демонстрирует неплохой футбол. Мне понравилось. Где-то не везло. Ну, конечно, хороший футбол, если они обыграли Спартак. Всегда были в пятерке, согласись. По игре, скажи честно. По игре. Шестое, седьмое место точно цепляли. Да. И просто здесь не везли. Спартак тоже, честно скажу, честно. Ну, скажу, бейте меня, стреляйте, стреляйте меня с правого фланга на меня. Но СССР, мне вот меньше всего понравились матчи вот эти. Тут меньше всего. Об этом мы сейчас тоже обязательно поговорим. По зрелищности, Жень. Чисто по зрелищности. Давайте переходим уже к ответным матчам. Был бы с болельщиком ЦСКА, мне, может, очень интересно было. Да вы что вы. Я продержался, как всегда, до 38-й минуты. Вот, я хотя бы поменялся. Давайте посмотрим результаты матчей и ответных игр. И мы поймем, кто же все-таки идет дальше. Итак, ЦСКА. Цервена-Звезда 1-0. Гол Алана-Дзагоева. И ЦСКА в 1-8 финала. Зенит достаточно легко, на мой взгляд, разобрался с Селтиком. Забил три безответных мяча. И обеспечил себе проход в следующую стадию. Атлетик Бельбау, специально для Евгения. Спартак 1-2. 2-1-2. Спартак победил, но не смог пройти дальше. Ну и локомотив Ницца. Денисов забил единственный мяч. Ему, в принципе, хватило. Смотрите. Четыре команды выступало. В первом туре у нас была ничья. Два поражения и победа. В ответных матчах, соответственно, четыре победы, но, к сожалению, три команды только прошли. Это говорит о том, что набирали ход команды. Давайте поговорим о первом ответном матче, о игре команды ЦСКА Цервена-Звезда. Напомним еще раз нашим телезрителям, результат этого матча 1-0. А вот сейчас я обращусь, Жень, не к тебе, Илья, не к тебе, а к Сергею. Скажи, пожалуйста, почему игра была такая скучная? Это команды такие скучные? Или это весенний футбол? Или это такая задача, поставленная тренерами? Армейцы ответят. А они сейчас ответят. Они уже сказали. Может быть, была велика цена ошибки. 0-0, в принципе, такой счет смазливый. Забить Цервена-Звезда, ЦСКА нужно было бы, по идее, 2 забивать уже. Поэтому тут, наверное, от обороны, что одна, что другая команда играла. Они действительно сказали, что правильно, команды похожи. И команды не скоростные почему-то. Я удивился, что не было таких. Я тебе хочу сказать немножко, давайте. Переходим, мяч перебрасываем на поле ЦСКА. Давайте процесс. Нет, я просто посмотрел, я, естественно, поддерживаю команду только на Туревоне. Естественно, я был на этом матче. И мне все-таки показалось, что поле, которое было, не совсем было Игроцкое. Я не знаю почему. Я объясню. Потому что, когда мяч катился, прям видно, что как от него летели брызги. То ли конденсат, то ли еще что-то. Подогрев был включен. И поле было немножко тяжело от вида. Покрыто ледяной корочкой. Нет, ледяной корочкой, оно покрыто было, но как бы сказковато было играть. И надо было сыграть точно. То есть, аккуратнее надо играть. Не надо было играть и рвать когти. Тебе сказать, сколько раз Игнашевич отдал пас Березуцкому. И сколько Березуцкий отдал пас Игнашевичу. А потом Акинфееву. Да. 482 паса. А тебе показать, рассказать, как играет Барселона. Тоже так же играет в пас. Поэтому, если они отдали много пасов, значит замечательно. Когда контролируют мяч, тебе не забьют. Поэтому отдавай кому хочешь. Женя молодец. На самом деле, если бы вы были на стадионе, вы увидели, как располагается команда. Сырлена-Звезда располагалась настолько замечательно в тактике обороны, что было очень тяжело. И поэтому им приходилось выманить, конечно, соперник в свою поле, чтобы играть. Вот и все. Такой вопрос. Мы все помним момент, когда Сырлена-Звезда дважды, один раз промахнулся игрок мимо мяча, в метре от ворота с Акинфеевым оказался. Второй раз пробили, чудом мяч не заметил в ворота. Но сейчас забивает Сырлена-Звезда. У вас, у болельщиков ЦСКА, другое настроение, другой расклад сил. И мы говорим о том, что Сырлена-Звезда просто великолепная команда. Они же равны соперникам. Мы же с вами рады, сказал. Ну, если вот так что-то мне вспомнилось, опять-таки про алфавит, то, Жень, как бы ты... Буква Б, Жень, сейчас отсоберись. Какое слово? Болельщики. Второй матч, это какое слово? Болельщики, ты им прокомандуешь. Как бы ты характеризовал игру ЦСКА? Я вам сказал, что ЦСКА сыграл буднично. То есть они буднично играли, буднично создавали моменты. Кстати, я не назову эту игру скучно. Моментов было достаточно. И одних ворот, и у вторых. ЦСКА буднично выиграл. Очень буднично. И так же буднично. На классе! Я сейчас прямо вот у меня... Как будто рождается. ЦСКА буднично выиграл. На классе. Нет, давайте согласитесь, что ЦСКА не умеет так играть. Она не умеет скрывать оборону. ЦСКА новый человек. Когда уходит в оборону. ЦСКА не был головина и был мусав нападение. ЦСКА не знает, как играть. Да, да, как скрыть не знает. Нету человек, который может скрыть эту оборону. Друзья, ну скажите. Через какое-то время, промежуток времени Пройдет там год Полгода, может быть месяца три Вспомните вы эту игру Церевина-Звезда ЦСКА, но мне кажется, такие игры Они в принципе Не запоминаются А кто там забил за ЦСКА? Кто забил за ЦСКА, Жень? Не помню А, наверное, начинается А, Б, В, Г и Д Прошли, прошли Ты вот как обычный журналист Говоришь, вот команда Ты обычный, не спортивный Больше не показывайте Титры Воронина Нет, я к тому плану говорю Ты замечал момент от Церевины-Звезды Когда наши футболисты били Опасный и вратарь их чудом Вытаскивал из ворот Почему ты это не говоришь? Ты говоришь, матч скучный был Почему ты об этом не говоришь, что ЦСКА атаковал Это есть ты Для того, чтобы рассказывать Тогда в Титрахтоеду должен быть Хорошо, договорились Жень, сумбурный немножко Сумбурный, да Ну, старт сезона Ну да, старт сезона Мне кажется, это сила армейцев Что при таких условиях Попав в такую ситуацию Армейцы все равно выиграли И достаточно уверены Хорошо Ну и принесли, естественно, очки Да Больше всех Больше всех из команд Это правда Давайте посмотрим результат Следующего матча Зенит-Селтик Сыграли в Санкт-Петербурге Счет этого матча 3-0 Я думаю, что Ну, мало у кого Возникает вопросов Почему Зенит прошел А можно поправочку Пока не забываю Почему больше всех из команд Ведь Локомотив дважды выиграл И на выезде И дома Общие Общие То, что все выиграли Вы прошли Лига чемпионов Да С лета И до сегодняшнего Да Ну, я не знаю Есть ли смысл Сейчас говорить Обстоятельно О Зените Потому что Ну, Зенит С его ресурсами Мне кажется Должен побеждать Любую команду мира Кроме Ну, может быть Не знаю Носорогов Ну, 3-0 Это, конечно Не показалось Посмотри Какое было Качественное поле У них крыша закрыта Крыша закрыта Плюс 17 Плюс 16 Да Вообще Просто одно удовольствие было Мы просто Вышли Так получилось Что Локомотив играл Сразу после Зенита Да Выступал Мы зашли греться Значит, ну, там По трибуне На балкончик Ложа И смотрим Какое счастье Игроки бегают Ну, с голыми руками Я думаю Неужели это Бронислав Иванович Ну, типа, такой Горячий парень А там они Нет, все равно В термобелье В рубашке Ребята Там Болельщики сидят Думаю Ничего себе И потом вспомнил Что у них-то крыша закрывается 17 градусов Ну, вот видите Поговорили о матче Зенит Зенит Я закончу Зенит Хорошая крыша Крыша хорошая Починили Ну, что Чайки больше Батроса Давайте Давайте идем дальше Я все-таки хочу Немножко об этой игре поговорить Следующий матч Который состоялся Атлетик Бильбао Спартак Да Спартак победил Это надо признать И я Смотрел этот матч В компании Спартаковских Болельщиков Они очень переживали Нервничали Даже порой Ругались Ну, я им сказал Ребят После 1-1 Второй вы Забьете Но не выйдете Олег, а можно Вот как раз Спросить Бывали Вот маленькая надежда Что Спартак Сможет перевести Матч В дополнительное время Вот сейчас Мой вопрос Практически опередил Почему? Потому что я еще Хотел рассказать историю О том, что я Спартаковским болельщикам Сказал даже условие Что если вы Пройдете В следующий Этап То я Кое-что Сделаю Бреешь на усы Как грудин Многие там говорят Кто там На лосо бреется Кто там Усы обещал Сбыть И так далее Вот я тоже Предложил Спартаковским Болельщикам Что я Сделаю Определен На 80-й минуте На букву На букву К Раз уж начали Да Ну так вот И я Настолько был В этом уверен Что В общем-то Согласился Сам предложил Этот Спорт Жень Скажи пожалуйста Даже не знаю Как задать Этот вопрос Чувствовалось Спартак Опозорил Российский Футбол Не пройдя Именно Отлетит Бильбал Или это Все-таки Нет Нет Ну просто Допустил ошибки Которые стали Для него Руководными И я Ты знаешь Будучи Армейцем Да Я все-таки Переживал За команду Спартак Да Которую Ну вы все Переживали Да То что Мне бы лучше Чтобы она Вышла В следующий Срава Естественно Для того Чтобы она Не зациклась На чемпионате России Да Меньше Вернее Сейчас Она больше Будет отдыхать Чем мы Поэтому Переживал И необходимо И я кстати Не уверен Что с Локомотивом Будет по-другому Когда 4 марта Стартует У нас Чемпионат Спартаку Не хватает Тех качеств Которые есть Например У ЦСКА И Локомотива Это Характера И опыта И возможности Изменить План Б Так скажем И у Спартака Нет То есть Они горячая команда Для некоторой степени Ну многие Считают Что Спартак Это такой Прототип Испанских команд Они горячо играют Они могут обыграть Любую Но они могут И вон Жеронни Проиграть Который Барселон Вот она такая команда Она может На равных Сыграть С самой сильной Командой И в такой Беги Сыграть И проиграть Тосно И вот Нет в этом Какой-то логики У Спартака Была такая история В прошлом сезоне Когда у команды Как раз таки Был план Б И они Мы помним Вырывали игры Чуть ли не на последних Секунд Здесь в принципе Наверное У какого-то Ярого болельщика Спартака Была такая надежда Если честно Я смирился С счетом 1-1 И пошел У меня так Высветилось уведомление Спартак забил Я честно говоря Вернулся Но вернулся Для того Чтобы опять же Делать констатацию факта Да Факта Что не хватило бы У Спартака Сил бы Забить Мощи Мощи Не хватало Спартаку У этих матч Они уже устаршие Там уже 75-й минуте Они уже все подсели Если можно сравнивать Вот сейчас У нас у всех в памяти Горит матч Россия Германия Финал Олимпиады Олимпийские атлеты Из России Когда При счете 2-3 Наша команда Не опустила руки В меньшинстве В овертайме Сняв вратаря Забили То этого не было У Спартака вообще Нельзя менять Реброва Или кто там Селихов У них Но тем не менее Тут дело не в юморе А вот именно в том Чтобы они знаешь Как вот Все в нападении Есть вот В геймерских В этих Всяких Играх То что Вся команда Б пошла Спасать игру Вратарь бы пошел На угловую Этого не было видно К сожалению Давайте Переходим К следующей игре К сожалению Спартак подвел В отличие от лидера Чемпионата России Локомотив Локомотив Москва 1-0 Была обыграна Ницца И добыта Четвертая победа В ответных матчах Лиги Европы И как я уже говорил В копилочку В копилочку Нашей страны Добавились еще и Дополнительные очки Скажи Я честно скажу Думал что Локомотив Вот До перерыва Зимнего Такой На хорошем Ходу Чуть было не сказал На коне На хорошем Ходу Думал Сбавит Да Но Два этих матча Может быть конечно Не самый Большой показатель Но мы видим Локомотив Умеет Умеет Играть Локомотив вообще В принципе Этот сезон Какой-то Очень интересный Для болельщика Они Как раз таки Имеют план Б Спасает игру Очень много Волевых побед В этом сезоне Уже У команды Они умеют Проигрывая Переламывать Ход встречи Что в принципе Продемонстрировали В матче с Ницей В первом В первом матче Очень хорошая Была проделана Работа Я читал опять же Интервью Героя Первого матча Ману Фернандеша Он это отметил Ну и все в принципе Игроки И что самое важное Фарфанд Травмировался Во второй игре В начале матча Его заменил Коломейцев А Коломейцев Да У меня было такое подозрение Я тоже смотрел Игру со стороны У меня было подозрение Что вот сейчас Уйдет Фарфан И вот этот вот пыл Который был 10 минут У команды 15 Когда Фарфан Травмировался Вышел Коломейцев Я думаю Ну сейчас Ницца Возьмется Инициативу В свои руки И так и получилось Если честно Там кто смотрел матч Гильерми очень сильно Начудил Я так смотрю Думаю Ну ничего себе А потом Как-то вот эту историю Как-то подсобрала его Он такие вещи творил Ну и был момент С крестовиной Или что там Переклади Когда было две В общем Первый тайм Были такие качели Что просто Не передать словами Вот Но опять же Денисова в сборную Я не буду Переставать этого повторять Я считаю Что это сильнейший опорник Прямо сейчас В составе Не только Локомотива Но и вообще В чемпионате России То какую работу Он демонстрирует И то Как он борется На каждом участке поля Особенно вот с трибуны Со стороны Это наблюдать Ну одно удовольствие Ну согласись Для Денисова всегда Самым наверное Моментом Это его ответственность И его Там Работоспособность И мне кажется Доказать Доказать Что он Один из лучших То есть для него Мотивация очень высока Когда у него нет мотивации Он Олег Я думаю Он понимает Он понимает И он уже подброс Он понимает Он не будет в сборной И понимает Черчесов Что не возьмет Понимаешь Многие понимают Что не будет его там Ну нет У них конфликт Ну конфликт Да согласен Кто надавит Я не знаю Кто он Но то что он игрок в сборной Это наверное Не обсуждается Нито не говорит Что Один из сильнейших Есть такие моменты Ну вот Курани возьми То же самое Изгнал тренер Кстати Который до сих пор Тренирует Германию Так и не вернул его Да Курани уже было Столько же примерно Пришел Извини Он был 20 Сколько лет Он был 28 Или 29 Он в Динамо Пришел Мы можем вспоминать Разные истории Фергюсон с Бетхеном Гвардиолос Ибрагимовичем В общем Ну у кого-то Получалось Как-то потом Переосмыслить Кто забил Первые три ничья У вас В первом матче Ману Фернандеш Вот Я говорю Ребята Тут минус К локомотива Какой Что не дай бог Не дай бог Постучим Что с Фернандешем То есть Клокомотив Проблемы Лазить Ой какие проблемы И что я хотел отметить Что команда К ответной игре Готовилась В боевом составе Все игроки Были Вот это плюс Был большой В отличие От той же самой Ниццы Ну что ж Посмотрим Мне буквально Вот сейчас Пришла информация Что не знаю Правда это или нет Я буду проверять Сейчас Уже жеребьевка Всем известно Кто на кого попал Да Сейчас посмотрим Да Команда наша Попала на команду Из Испании Очень интересную Да Вот Атлетика называется Она И вот два игрока Сейчас перешли В китайский клуб За крупные деньги Это Янек Феррейра Караско Бельгиец И аргентинец Гайтан Два ключевых игрока Атлетика Да Атлетика Фланговые игроки Атакующие Я не знаю Правда ли это или нет Но они Приносили очень Ну понятно Пользу Другим командам Давайте посмотрим Как мы уже говорили В процессе программы Что четыре нашей команды Победили Три прошли А это соответственно Да Мы набираем очки В таблице коэффициентов УЕФА И давайте посмотрим Ситуацию Которая сложилась Сейчас В этой В этой таблице Лидирует Испания Да Причем Лидирует с каким-то Колоссальным отрывом 101 Ну почти 102 балла Да И следующая Вторая команда Англия Там да 76 Половина баллов Набрал Реал и Барселону Нет Понял А то дело 25 отрыв Идем дальше Тут более или менее Отрыв нормальный Да Ну то есть я имею ввиду Отыгрываемый Англия Италия И Германия Дальше Дальше Идет еще Две Две страны Франция И Россия У нас видите Италия и Германия На одном месте Огромное спасибо Что так их поставили Но понятно Что Немножко ошиблись Видимо С этим вопросом Да Но Франция и Россия Отделяет всего лишь Чуть меньше Двух Да Баллов А от Португалии Все таки Мы оторвались У нас 52 И 46 То есть мы уже так Прилично оторвались От Португалии Что нам это дает Это дает Что наши три клуба Борются дальше В Лиге Европы Имеют огромное Шанс И имеют три В Лиге чемпионов Даже уже в этом сезоне Обогнать Французов Да Уже в этом сезоне Да Обогнать французов Но нам надо будет ЦСКА будет Это таблица Да Локомотив для этого Сделал Они обыграли Ниццу И отправили их домой Соответственно Теперь задача ЦСКА Обыграть Леон И отправить их домой И уже В СССР Сами себе В общем Сделали проблему Проиграв в Реалу 3-1 Да Поэтому Ну не знаю Нам это даст Прежде всего Да Три команды В Лиге чемпионов Три команды В Лиге Европы Я думаю Это неплохое Неплохое Подспорье Скажем так Сейчас у нас 5 команд Две в Лиге чемпионов Три в Лиге Европы Они три в Лиге Европы Нет Три в Лиге Европы Три будет В Лиге чемпионов Давайте посмотрим Посмотрим Какие же соперники Достались Нашим командам Для того Чтобы понимать Куда идут дальше Наши команды И идут ли Итак Лига Европы Лига Европы 1-8 финала Атлетика Мадрид Локомотив Не подарок Сразу скажем Не подарок Это лидер Это лидер Лиги Европы Этого года Да и Предыдущих Точно Вторая команда Чемпионата Испании ЦСКА Достался Леон ЦСКА Сложно играет С французскими командами Мы помним И Марсель Ну и Зенит Играет Лейпциг 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 выбил Между прочим Наполе Если я не ошибаюсь Выбили Они имели Наполе Правда Маленькие Шансы Для того Чтобы пройти Лейпциг Но Игра дома У Лейпцига Это всегда Не подарок Но давайте Все-таки Согласимся Они вторыми шли Они до конца января Лейпциг шел вторым В чемпионате У них по-моему Пять очков было До Баварии Сейчас они В феврале Они немножко опустились Они Три игры проиграли Две ничьих И они спустились По-моему Сейчас на Четвертое Если не на пятое Даже место Я смотрел Последнюю игру Они играли Один-один Они по-моему Сыграли С Майцем Кажется Но они Плоховато Или были они Уставшие Действительно Вымотанные После Наполя Зато Вы понимаете Самые посещаемые Страны Это посещаемые Стадионы Это немецкие Стадионы Хотя команда Лейпциг Она была Организована В 2009 году Только команда Была организована Вот это РБ Лейпциг Но Стадионы Постоянно полные Поддержка Будет сумасшедшая Там на стадионе У них И так же Ну там Хорошо Атлетик Тут все понятно Атлетик Тоже команда Извини Ну Атлетик Правильно Атлетик 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 Мадрид Они Кстати Не такие уж Давние Чемпионы Испании Атлетик 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 Сейчас Мы же помним Какой они Шорох Наводят Они Два раза Победили В последних Лиге Европы А кто Тренирует Тренирует Сейчас Атлетик Навык Севилью 2-5 Которые 5-2 А Семена Звали в этом году Во многие известные клубы А Семена Остался в Атлетике Англия ждет Да Чего греха таить Вам достался Самый сильный Гризман Конечно Гризман не ушел Тоже Гризман переманил Как-то интересный клуб Такой Что действительно Не уходит ни тренер Не уходят Ни лучшие игроки А пришел же этот Из Челси Гиего Коста Коста Конечно Забил Там есть еще Красавчик Фернандо Торос Вечная палочка Воручалочка В общем Будет очень интересно Я всех Зову 8 марта Лететь в Испанию Неплохо Мы за ЦСКА Леон Леон сейчас На четвертом месте Он достаточно Стабильный Клуб Он и в прошлом году Занял четвертое место В чемпионате Франции Сейчас идет четвертым В чемпионате Франции Но Посмотрев Все 16 команд Жень Тоже просыпайся Я могу сказать Ну А других В общем-то Команд Наверное не было Может быть Только Бельзинь Да Виктория А все остальные команды В общем-то Абсолютно Одинаковые Арсенал Милан Арсенал Барусия Барусия Нормально Будем играть Букву В Выграем Да Букву В А нет Выграем Это на Урал Попадает Да Все Урала тоже Надо выигрывать Все Все Да Ну то есть Хорошо Что по Леону Нормально Нормально Все готово Ну если Пятибалльной системой Пять Грубо говоря Это Плезень Оценка То Леон Это Я думаю 4-3 4 с плюсом Потому что Если там Были либо другие Барусия И проще И проще И атлетика То это я думаю Единица была Жалко на Куршовица Не вышли Да Можно было съездить В Прагу Ну кто Видишь Кто в Мадрид Кто в Прагу Ну а кто И в старушку Германии Да В Лейпциг Ну что ж Естественно Пожелаем Нашим командам Уже 8 марта Стартуют Матчи 1-8 Финала Лиги Европы У нас Две команды Зенит И Локомотив Играют Первые матчи На выезде Ну а ЦСКА Играет Первую Свою игру Дома И всех Будет поздравлять Что называется Я надеюсь Своей победой И всех Женщин С этим Замечательным Праздником Ну что ж А уже В эти выходные В эти выходные Стартует Продолжение Чемпионата России 21 тур Последние 10 туров Перед тем Как начнется Чемпионат Мира Который пройдет Естественно Мы все знаем В России И давайте посмотрим Какие же нас Ждут Матчи Итак 21 тур Анжи Рубин ЦСКА Урал Зенит Мы говорили ЦСКА Даже Доволен Доволен Селекционной Компанией Отличной Головой Рауш Игроком сборной Прекрасный Я посмотрел На сборах Выделяется На голову Выше Молодец Какие кроссы Видит поле Замечательный Игрок Им довольны И тренеры И болельщики Тетех Центральный Полузащитник Мощный Укрепит Я думаю Центральную Линию И Черных Это крайний Полузащитник Капитан Сборной Литвы Дважды Был Лучшим Лучшим Литвы То есть Неплохой Игрок Тоже Прекрасно Видит Поле И может Играть Как И крайнего Полузащитника Как И защитника Весь край Закрывает А скажи Это Первый Будет Напомни мне Сезон Хохлова С Подготовкой Команды К сезону Нет Или у него Была Нет Не было То есть В принципе Он Сейчас У него Было Время Подготовить Команду К этому Отрезку Избавились Небольшого Балласта Это Сапета Погребняк Вандерсон Вечерай Ушли Вандерсон И Зотов Под вопросом Зотов Сейчас Ищет Команду Вандерсон Балласт Ну не сказал Да Мне нравилось Но видишь Хохлова Сказал Что Он В принципе Претензий Нет Но человек Да и Сапета И Сапета Тоже Я не сказал Что Балласта Сапета Перешел В Ростов Его Карпин Забрал Да Карпин Забрал Ну понимаешь Там очень большая Как сказал Хохлов Была большая Конкуренция На некоторых местах Потому что Жалко игроков Держать на лавочке Просто Понимаешь Так бывает Итак Центральный матч Тура Уфа Динамо Ну и Буквально Полторы минуты У нас остается В эфире Давайте немножко И вспомним о проходящем матче Локомотив Спар Ну это так Слушайте Я всех Его даже показывать не буду Его даже показывать не буду Всех приглашаю в Черкизов В 16.30 состоится игра И если честно Это Наверное Такая будет Отдушина Со стороны Спратака Если все у них получится Да И в тот же момент Наоборот Все наверное У них уже Ляжет Выложится Как ты сказал Похороны На БУП В общем На самом деле Матч За Ну 6 очков Это без всяких сомнений Все таки сейчас 8 очков Отрыв от второго места Если Локомотив побеждает То все Да Ты вот скажи Да Итак Сереж Как закончится матч Локомотив Спартак Я думаю Ничья боевая будет Все таки 2-2 Да Скорее всего Неплохо Результативно Результативно Хорошо Как сыграете Я верю в победу 2-0 Отлично Итак ЦСКА победит Слава Богу Хоть в этом ты уверен Локомотив играет 3-1 Неплохо Ну а я Что же мне сказать Мне сказать только одно Что следующая наша программа Выйдет 6 марта Накануне Дня Международного И женского Вот И мы обязательно Будем обсуждать Перепетии 21-го Тура Ну а как сыграет Локомотив Спартак Вы тоже узнаете В этой программе Итак Спасибо вам большое До встречи Болеем за своих Всего доброго Пока Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok